Путь, ведущий к Кришне Существует много путей, но не все они ведут к одной цели. Ширила Прабхупада говорит, «Человек должен прийти к сознанию Кришны. Вы можете следовать путем йоги или путем философского познания. Вы можете совершать обряды и ритуалы, предаваться аскезе или изучать веды. Но до тех пор, пока вы не придете к сознанию Кришны, вам не удастся подняться выше определенного уровня». Ноябрь 1966 года, Нью-Йорк. Верховная Личность Бога, Кришна, сказал, «Мой дорогой Удхава!» Непрактика Яштанга-йоги, «Мистической йоги, направленной на обуздание чувств, ни аналитическим постижением абсолютной истины и погружением в безличный монизм, ни изучением вед, ни аскезой, ни обетом отречения от мира, человек не сможет доставить мне такого удовольствия, как беззаветным преданным служением». Бхагавад-гита 11.14.20 Господь Чайтанья процитировал этот стих, излагая притчу об астрологе, который открыл бедняку, где зарыт клад. Клад символизирует сознание Кришны, любовь к Богу, а стороны света – различные методы постижения абсолютной истины. Астролог сообщил бедняку, «На самом деле ты сын очень богатого человека, но ты страдаешь, поскольку не знаешь об этом». Бедность – проклятие для обычных людей, живущих материальными представлениями о жизни. Но те, кто богат духовно, не имеют ничего общего с нищетой или богатством этого мира. Живые существа не созданы для нищеты, поскольку они неотъемлемые частички Верховного Господа, владыки всего сущего. Каждое живое существо имеет право по рождению наслаждаться собственностью Господа, точно так же, как и сын, наследует собственность Отца. Таков закон, но околдованный иллюзией. Мы забыли о своих отношениях с Верховным Отцом, и поэтому страдаем. Таков диагноз. Теперь нам нужно найти способ вернуться домой, к Богу. И это должно стать целью жизни человека. Неважно, почему мы попали в материальный мир. Веды, подобно этому астрологу, велят нам найти способ вернуться к Богу. Подобно астрологу, намекающему бедняку, где зарыт клад, ведическая литература намекает нам, как обрести несметное богатство, восстановив утраченные отношения с нашим Отцом. Есть разные пути восстановления этих взаимоотношений, но Господь Чайтания говорит, что единственный действенный способ – Бхакти. Веды утверждают то же самое. Господь Чайтания цитирует здесь стих и с Шримад-Бхагаватом, в котором Господь Кришна дает наставление своему двоюродному брату Удхаве, как некогда давал наставление Арджуне в Бхагават-Гите. Кришна говорит, «На садха яти мам йогах», «Невозможно прийти ко мне, встав на путь йоги». И далее, «На сангхем дхарма удхава». В этом не помогут ни философские размышления, ни следование обычным религиозным заповедям, «Оудхава». На самом деле, йога означает связь или сложение. Например, в математике есть сложение и вычитание. В настоящий момент мы в минусе. Бог минус я. У меня нет ни малейшего представления о Боге. Поэтому я в минусе. Йога же означает Бог плюс я. Таков истинный смысл йоги. Я так долго вычитал Бога из своей жизни. Теперь же, практикуя йогу, я прибавляю его к ней. Но не следует забывать, что в абсолютном духовном смысле и Бог плюс я, и Бог минус я в любом случае равняется Богу. Когда я в минусе, то есть отделен от Бога, это не означает, что Бог утрачивает часть своего могущества. Нет. Он полон. Если же я в плюсе, восстанавливаю связь с ним, то это не значит, что от этого Господь становится полнее в каком-то отношении. Нет. В Бхагавадгите Кришна приводит хороший пример. Апурьямана мачала пратиштхам самудрам. Во время сезона дождей реки несут в океан миллионы тонн воды, но он не выходит из берегов. Если даже обычный океан не выходит из берегов, когда к нему что-то прибавляется, что уж тогда говорить о Боге? Я говорю обычный, потому что во Вселенной существуют миллионы океанов. Поэтому не стоит приходить в изумление, глядя на Атлантический океан. Таких океанов во Вселенной миллионы и миллиарды. Они парят в космосе, подобно тому, как парят в воздухе молекулы воды. Таково могущество Бога. Для тех, кто слишком поглощен телесной концепцией жизни, система йоги очень полезна, поскольку она учит человека уводить чувства от деятельности во внешнем мире. Есть восемь уровней практики йоги. Первые два – яма и нияма. Следуя регулирующим принципам, человек должен попытаться контролировать чувства во всем, что касается еды, сна и деятельности. Это называется яма-нияма. Первейшее правило йоги – воздержание от половой жизни. Такова настоящая йога. Те, кто не отказывает себе в сексе, одурманивающих средствах и прочих глупостях, не имеют никаких шансов на успех в йоге. Человеку следует удобно сесть в уединенном освещенном месте, держа шею, голову и спину на одной линии. Затем, наполовину прикрыв глаза, нужно сосредоточить взгляд на кончике носа. Если открыть глаза полностью, вас будет беспокоить материальный мир. А если закрыть их, то вы можете задремать. Шрила Прабхупада имитирует храп. Я видел это. Многие, якобы занимаясь йогой, просто спят. Другой практикой восьмиступенчатой йоги является Дхарана. Сосредоточение и ума. Какова его цель? Она заключается в том, чтобы обнаружить внутри сначала себя, а потом Господа. Вот в чем состоит совершенство йоги. А не в том, чтобы заниматься день и ночь всякой ерундой, а между делом зайти в кружок йоги, заплатить пять долларов и думать, «О, я великий йог». Все это чушь. Заниматься йогой не так-то просто. Многие так называемые учителя йоги попросту наживаются на людях. Я открыто заявляю, что они, их ученики, общество обманщиков и обманутых. Хотя практика йоги одобрена ведической литературой, в наш век заниматься ею очень трудно. Даже пять тысяч лет назад, когда условия были гораздо более благоприятными, а люди были не так развращены и находились на более высоком уровне развития, Арджуна отказался практиковать йогу. Когда Кришна предложил ему заняться этой системой йоги, Арджуна ответил, «Я не способен на это». Итак, заниматься йогой сейчас невозможно. Это было возможно в сатье-югу, когда все пребывали в гуне благости и находились на высоком духовном уровне. Йога предназначена для высокоразвитых личностей, а не для обычных людей. Но даже если заниматься йогой правильно и делать все совершенно, это не приведет вас к Верховному Господу. Как раз об этом и говорится в стихе, который мы обсуждаем. Что уж говорить о псевдо-йоге, если даже безупречно занимаясь настоящей йогой вы не сможете достичь Бога. Здесь сказано, «на садха яти мам йогах». Кроме того, здесь говорится «на сангхиям». Этого также не достичь посредством сангхии. Сангхия – это постижение природы, материи и духа. Философы этой школы говорят, что материальный мир является сочетанием двадцати четырех составляющих, пяти грубых и трех тонких элементов, пяти познающих органов, пяти органов действия, пяти органов чувств и прадханы, непроявленного состояния гун материальной природы. Затем идут тонкие «затем», затем идут тонкие элементы. Ум тоньше эфира, разум тоньше ума, а тоньше разума ложное эго, ошибочное отождествление себя с материей. Пять познающих органов – глаза, нос, уши, язык и кожа. Пять органов действия – голос, ноги, руки, анус и гениталии. А пять объектов чувств – это запах, вкус, форма, соприкосновение и звук. Такое разделение материального мира на двадцать четыре компонента и называется сангхьей. Это исчерпывающий анализ всего, что доступно нашему опыту. Над этими двадцатью четырьмя компонентами находится душа, а выше души – Бог. Последователи сангхьей не способны обнаружить душу. Они, подобно мирским ученым, просто изучают материальные объекты. Они ничего не знают о том, что выше этого. Сейчас я говорю с вами, но последователи сангхьи не могут объяснить, что именно во мне говорит. Так же и врач, разрезав тело, не в состоянии обнаружить в нем действующее начало, духовную силу. И поскольку материалисты не в силах обнаружить даже частицу Верховного Господа, живое существо, каковы их шансы найти самого Бога? Так что ни йоги, ни последователи сангхьи не способны обнаружить Бога. Его также нельзя обнаружить, следуя Дхарме. Под Дхармой здесь подразумевается отправление ритуалов. Индусы ходят в храм, христиане в церковь, мусульмане в мечеть, и каждый из них думает, Бог находится именно здесь. Конечно, это начало духовной жизни. Это прекрасно. Такая убежденность необходима, но попав в ловушку ритуалов, они не пытаются углублять свои знания, они не пытаются двигаться дальше. Они думают, на этом все заканчивается. Поэтому такие люди тоже не могут достичь Бога. Далее, свадхья-я. Сватхья-я означает изучение ведической литературы. И тапа. Тапа значит аскеза. Пост, медитация, уединенная жизнь в лесу. Вот лишь некоторые из видов аскезы. И, наконец, тьяга, отречение от мира. Саньяса, отречение от мира, является классическим примером такого рода. Итак, Господь говорит, «Все эти методы, йога, санхья, ритуалы, изучение вед, аскезы и отречения, вместе взятые или по отдельности, не помогут вам достичь меня». Верховный Господь, по большому счету, признает негодными все эти методы. Признает негодными в том смысле, что хотя обратившись к ним, человек до какой-то степени сможет приблизиться к высшей цели, без преданного служения ему никогда не достичь ее. Преданность обязательно должна присутствовать, поскольку конечная цель Кришна, Верховный Господь. Кришна говорит в Бхагавадгите, «Бахунам джанманаманте, джнанаван мам прападьяте». «После многих, многих рождений, тот, кто истинно разумен, вручает себя мне, ибо он понял, что Бог есть все сущее». Человек должен прийти к сознанию Кришны. Вы можете следовать путем йоги или путем философского познания, вы можете совершать обряды и ритуалы, предаваться аскезе или изучать веды, но до тех пор, пока вы не придете к сознанию Кришны, вам не удастся подняться выше определенного уровня. К сожалению, людей это устраивает. Мало кто пытается достичь высшей цели, но если у кого-то возникает подобное желание, ему следует воспользоваться методом сознания Кришны. Бхак термаморджита. Только это может привести вас к Верховному Господу. Те, кто наделен разумом, обращаются к несложному методу сознания Кришны. В нашу эпоху невозможно правильно заниматься йогой, в совершенстве исполнять религиозные обряды или досконально изучить веды. Обстоятельства настолько неблагоприятны, что сейчас все это невозможно. Поэтому Господь Чайтанья по своей беспричинной милости дал нам метод сознания Кришны, начинающийся с повторения Святого Имени. Его учение подтверждается следующими словами Брихад Нарадия Пураны. Харернама, 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 эвакевалам, калаунастия, эванастия, эванастия, эвагатираньядха. В эпоху Кали достичь высшей цели можно просто повторяя Святое Имя Бога. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Таким образом, Господь Чайтанья ничего не придумал, провозгласив Бхакти единственным средством достижения высшей цели. Убеждая людей встать на путь Бхакти, он цитирует авторитетное писание. Поэтому мы должны воспользоваться этим методом, основой которого является повторение мантры Харе Кришна. Если мы искренне и серьезно будем следовать этим путем, то на практике убедимся, что это единственный способ быстро познать высшую истину, абсолютную истину. Большое спасибо!